друзья подписчики всем огромный привет юджин волкс на связи в общем сегодня у нас что вторник 5 часов немного занимался здесь своим этим проектом ну комментах вы просите побольше видео про грибы выкладывать и про всякое там садоводство пролез но сейчас блин честно говоря на это времени совсем нету потому что у меня аж и других дел и полно кроме этого сарая вот поэтому как бы все не успеваешь еще чтобы заниматься и грибами и садоводством вот уже у нас здесь как бы вот такой вот сейчас переходный этап между завершением как бы основания по сарае началом его установки поэтому решил этот момент записать но это как бы и будет сегодняшнее видео все равно сегодня наверно много не успею сделать поэтому посыраю вот потому что там надо разобраться с инструкцией пока его приложить померить потом выпилить отверстие по трубы и ситуация еще усугубляется тем что сейчас надвигаются ураганы их сразу несколько штук но они еще от нас далеко но в принципе до выходных они уже могут сюда дойти поэтому желательно этот проект как бы ускорить вот ну посмотрим тоже спешить не будем потому что сами знаете спешка еще хуже чего-нибудь закосячишь и дорогой сарай придется выбросить поэтому если уж не буду успевать до выходных тогда придется все так законсервировать и в общем уж надеяться шоу все будет нормально вот хотя здесь ураганы бывают достаточно разрушительные не то чтобы они прямо дома уносят если этот торнадо идет да он может и дома и машины людей брать себя закручивать и уносить а если просто ураган ну в основном какой он вред приносит деревья валит ветки это все падает и повреждает тоже здание машины поэтому лучше это все шоу на улице под ветками машины куда-то переставлять подальше от деревьев но на улице тоже если что-то у вас такое переворачивается лучше это все попрятать потому что он ну просто всякое то что у вас лежит это может куда-то унести поэтому тоже надо как-то и в сарай поскладывать ну понятное дело тарпы палатки там всякие мобильные гаражи легкие это все в первую очередь надо собирать потому что это сразу вот первую очередь сдувается вот ну ладно в общем по про по проекту что мы тут делали но особо ничего не делали потому что игорь уже там учебой занимается я вышел с особо не напрягаю только когда какие-то небольшие тут дела надо помочь поэтому тут в основном я сегодня сам все дел в общем по вопросам сначала то что говорили дерево 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 друзья но пропитана я вам про это уже много раз рассказывал специальной пропиткой и здесь всегда дерево маркируется такими штуками с которыми ничего не происходит они даже там дерево 20 30 там 40 лет назад они из такого пластика вот это и для инспекции может понадобиться и в общем вот здесь вот если вы видите написано ground контакт то есть там на него гарантия контакты землей что-то около 15 лет вы можете просто положить его на землю на сырую и она там пролежит 15 лет и будет целая вот такие вот валяются это от каких-то тоже детали я не знаю или от этого сырая или другого то есть ну вот им десятки лет я не знаю 20 30 лет и вот они в идеальном состоянии вот эти столбы которые здесь тоже миллион лет простояли которые я вам показывал тогда которые были закопаны вот то есть они были закопаны в землю здесь все время текла вода и что ну ничего просто грязные в песке там он это слизень ползает но не термитов не гнили ничего нет то есть ну за 15 лет не снижет за 25 за 30 может не но я вам это уже много раз объяснял конечно я шоу совсем глупый не понимаю что на улице все дерево должно быть влагостойкой это дерево специально предназначено для наружных работ есть дерево которое для внутренних работ в этом фрейм дома строите и потом она у вас все зашивается там снаружи хаосврапом сайдингом там всякими мембранами там пара барьерами и прочей фигней конечно вода никакая не попадает поэтому там это излишество не надо на улице это все понятно термит и влага поэтому все это дерево его можно просто на землю поставить и будет она там стоять почему я ставлю на камни просто для того чтобы его ровно выставить вот то же самое мне говорят про бетон ну друзья понятно что можно выкопать эти самые ямы залить пятки под бетон там залить бетон это надо покупать бетономешалку тасс для раствора там панша ручной вает все хрен смешайте бетономешалку покупать мешки с этим с бетоном потому что здесь тоже уже смесь готовая продается тут не продается там цемент песок но если и продается но по цене еще дороже выйдет поэтому здесь просто она уже продается как бы раз в мешках распакованная только так все и покупать короче это немерено вложений и стоит ли овчинка выделки непонятно потому что в америке просто так никто не делает понятно что это наверное делаю то так же как говорят о чё там дома из дерева строят но в америке такая технология здесь всегда строят из дерева почему ну потому что дерево это возобновляемый продукт она легко утилизируется воды вы дом разломали сожгли просто и все его нету а деревья понятное дело это ж не пилят какие-то там редкие леса здесь все блин за очень строго под контролем все эти деревья поэтому понятное дело что это дерево идет с тех лесов которые уже три сорок лет назад там или когда сажали и они сейчас вырастают их пилят делают это самое доски и сразу же новыми этими быстрорастущими всякими породами деревьев засаживают елями там и прочее и так оно происходит беспрерывный процесс и с там вот с этими ценными деревьями с орешниками также то есть это же их не из диких лесов не пилят то есть но когда-то пилили да там 80-х годах но уже с тех пор 40 лет прошло когда-то все по выпиливали потом обратно засадили поняли что дерева не хватает но сейчас в америке проблем с деревом нет его немерено но дешевое относительно и почему и все с него строят и дома и плазы еще и по 50 по 100 лет они стоят причем час уже там люди вообще как бы получается разлинились у них там и супер электроинструменты и пневматические пистолеты и херета раньше это все делали с рушными инструментами молоток возле все угольник больше ничего не было и дома стоят которым больше ста лет полностью из дерева я вам даже на видео показывал дома там хрен знает каких годов без всяких фундаментов без нихрена и все в отличном состоянии вот а если еще строить там бетоны заливать фундаменты то это и по 500 лет они наверное простоят короче для сара это излишество для такого маленького дешевого сараика заливать какие-то бетоны это все не надо как его потом этот бетон и когда царай уже например воду дадут городскую до через те же 15 лет но он уже не нужен будет например или он просто уже старый станет там свой срок и живет надо будет новый строить и как ты потом эти бетонные пятки будешь из земли выковыривать также как и дома каменные ломать короче это геморрой в америке такого нет отлично все работает здесь стандартный там срок службы на брак там я вам рассказывал государственных зданий там школ больницы этой фигни 25 лет все прошло 25 лет снесли построили новое более крупное там более современное и все и никто не парится это сразу заложено в стоимость амортизация построили миллион долларов на 25 лет поделили сколько там вот выходит я не знаю там 40 тысяч до в год 4 тысячи в месяц все это амортизация здания она учтена как бы стоимость также с этим сараем вот ну вышел он 3000 на 15 лет поделите там по 200 баксов год вот считайте это амортизация за то что вот вы им пользуетесь да ну и то 3000 это я вам говорю с насосным оборудованием там и со всей фигней а сам сарайта сколько он там 1300 1350 вот поэтому бетон я конечно делать не буду вот и да и не нужен он здесь тоже ураганы да понятно это никто не спорит от защита от урагана нужно но она здесь осуществляется другими методами конечно нету никаких гарантий на эти пластиковые сарае что они там ураганостойки потому что вензоне они наверняка не соответствуют это вы на свой страх и риск ставите но по коду эти здания которые меньше 10 на 10 они никак законом не регулируются то есть если у вас 10 на 10 туда вы должны там все делать типа по кодам если у вас 8 на 10 это под этот закон не подходит вы можете делать все угодно просто пусть он у вас хоть на голой земле стоит дело ваше то есть он не считается что он его унесет он там опасный для кого-то вот здесь на 10 начинают эти как бы правила работать 8 на 10 нет то есть если хочешь укрепить от урагана это как бы по твою собственное желание но ты не обязан этого делать но крепление от урагана они продаются в любом магазине просто заходите на home дипа на сайт набираете storage shed сарай для хранения якоря для урагана и дам их множество видов вам выдаст короче 50 долларов они стоят нам наборе 4 якоря трос то все на амазоне можно там и за где-то 40 а бывает ну похуже качество там китайская потоньше металлы за 30 купить короче можно этот набор купить за полкинник фон дипа просто и там он элементарно устанавливается выломом их вкручиваете они вообще конечно есть когда ну профессионально ставят и вот эти трейлера крепят но трейлера положено по коду потому что здесь жона ураганов и все трейлера вот они прикручены то здесь закручивается этот ну здесь вообще какие-то вон уголки закручены там тоже непонятно что закручен были взять эти якоря я их видел ну и то она уже наверно ни хрена не держится миллион лет вот там вот скорее всего он один он второй то есть вот закручен якорь видите его закручивают специальной такой машины принципе он точно такой же как и для сарая вы можете и такие купить просто они дороже она один якорь двадцатку стоит вот этих восемь болтов там специальный болт с прорезью 8 этих болтов стоит 25 баксов ну то есть посчитайте если вам там на сарай 2 якоря надо это 40 25 65 и плюс ленту надо купить она или нарезанная продается по 7 фит но это мало или можно купить большой рулон и отрезать сколько вам надо и вон за фрейм она зацеплена вот то есть вот такие вот якоря до положены по коду для этой зоны ураганов их там сколько-то должно быть штук новых тут до хрена вообще на этом трейлер стоит вот и типа ураган будет его пытаться снести эти и будет держать потому что их много раз два три четыре наверно по 6 каждой стороны вот на сарай в принципе или надо два таких больших якоря с ленточных вставить и ну вообще как я могу по коду вообще не надо ставить то есть не нету по коду что надо ставить на такой размер здания якоря то есть если сами хотите можете поставить или я думаю ленточных даже два хватит обычно как делают здесь вырезаешь вот такой вот мультитулом вырезал отверстие куда эту ленту пропустил она под пройдет там под лагами и с той стороны выпустил здесь один якорь закручиваешь там 2 но с этими якорями проблема их закрутить потому что для них нужен специальный огреха чтобы закручивать или второй вариант бур вы буром сверлить и кидаете туда этот якорь и потом заливаете там раствором короче то же самое это геморрой с раствором короче там очень дорогая стоимость и много геморроя лучше купить за полтинник этот набор для сараев там якоря можно закручивать ломом ты их закручиваешь по длине они примерно то же самое а я мои на 30 и на 40 инчи есть 32 на 48 короче разной длины есть на амазоне на ebay там какие угодно можно найти ну по моим прикидкам 4 30 инчевых сюда хватит куда его крепить да без разницы можно в четыре угла поставить или еще проще прямо вот здесь вот тут его закручиваешь прямо рядом с фреймом и тросом металлическим просверливаешь отверстия закручиваешь болт с гайкой большую шайбу его петлей накидываешь здесь 2 там 3 4 ну вот и все защита вот урагана ну и главное сам сарай хорошо прикрутить как бы к основанию чтобы вот не оторвало отсюда и конечно в сарае желательно фрейм зафигачить вот потому что ну понятное дело это ураган его просто и развалить может на чем он там собран на пластиковых болтиках это смешно все вот для урагана поэтому не знаю друзья ну а чё тут поделать вот как иногда в какие-то годы вообще сильных не бывает иногда бывает очень сильно это повезет поэтому посмотрим вот короче вот ну и дальше про деревом я вам рассказал но все равно по вашим заказам вот положил битум пожалуйста битумная лента это просто тонкий битум он короче продается в таких рулонах очень дорогой материал но он полностью как вы поняли защищает все то есть вот он все вода будет просто по нему стекать и все с камнем ничего через этот битум пропитываться не будет на всех четырех ножках положил это тоже говорят что надо больше ножек ну в принципе в какой-то мере да можно было бы и больше добавить но смотря для чего если это делать там сарай для хранения большого груза внутри да тогда конечно да у вас типа лаги просядут если я планирую там просто поставить стеллажи и всякую мелочевку садовую хранить там я не знаю там газонокосилки там ведра какие-нибудь растения ну пускай они там 200 килограмм весят распределяться через полки на весь сарай но это фигня короче ну и бак 300 килограмм я не думаю что он это что-то прогнется как я вам говорю здесь я по периметру всю промазал еще клеем здесь тоже вот эти швы все промазаны клеем и весь периметр я уже прибил гвоздями и вот только сейчас сделал разметку по лагам и сейчас здесь приблить то есть после того как она все прибьется свяжется в единую конструкцию это не так будет просто погнуть из понятное дело просто погнуть лаг или просто погнуть там у sb саму ну хотя и не просто то его погнуть три четверти usb у него же есть то есть жесткость она вот так вот идет и то есть ось сопротивления как бы уж специально так делают и здесь получается здесь жестко сидит так а влагах она идет так и представьте здесь вот это количество лагов плюс жесткости то она идет крест-накрест то есть когда она все связывается в единую конструкцию ну как бы единую конструкцию сложно конечно от веса зависит если сюда 10 тонн закину то конечно сразу сломать ну как я вам говорю обычным весом такую связанную конструкцию то есть она связана будет получается клеем гвоздями и сверху еще сарае это все придавит это наверно тоже еще какими-то анкерами у нас будет прикрутить вот ну то есть как бы я не думаю что что-то произойдет если как бы произойдет там через 10 15 лет ну хрен с ним потому что это же я не строю сарай для хранения он сказал это только сарай как бы для насосного оборудования ну и останется там место всякую мелочевку хранить вот а как бы под большие вещи сейчас я пока ничего не буду делать а потом в перспективе ну буду что-то делать но уже не знаю пока что еще не решил потому что у меня скорее всего не будет сейчас приоритета строить какие-то сарае здесь потому что мне надо будет потом другими какими-то проектами заниматься или тем участком ну я имею ввиду когда я закончу воду и трубы в доме отопление там кондиционер работает состояние нормальное ну ванну надо будет постепенно тоже заканчивать но здесь я потом не буду ничего пока делать потому что здесь как бы я буду жить а надо будет ну на какой-то другой проект переходить объект вернее но это это будет наверно только в следующем году уже в этом году не средств не времени не будет вот на другие объекты это как бы здесь закончить просто до зимы чтобы зимой уж нормально комфортно там в души на купаться внутри получи сейчас на улице нормально купаться но потом то не нормально но сейчас пока вообще душ не работает на море купаемся но мы и так каждый день ездим я вам говорил поэтому принципе не проблем ну короче то есть ну вообще кто есть видите как за сегодня но у меня и другие дела были поэтому я тут не особо много дел то есть то что он сказал положил битумную ленту дорезал эту штуку положил проклеил это пробил тут это гвоздями до этого я поставил там коробку я не знаю видно будет наверно пирату кстати уже нравится видите сараем себе там уже местечко присмотрел то есть вот видите вот коробка не уже ходит вот и выходит который пойдет сарай но это потом просто просверлю туда пропущу и утеплил трубы то же самое люди говорят вот там то-то там какие-то утепляющие провода но здесь нету таких холодов но максимум бывает ночью 0 градусов плюс сарая будет идти теплость в нем обогрение будет включаться но я купил дорогую видите думаю поцараем там важно нашу туда не лазит потом увидите это супер дорогая резиновая изоляция то есть это не поролон а это именно рубер и она ну под эту трубу надо ничего убрать под пивиси то есть она вас 34 но эту резину надо брать один нынч короче она все нормально она у меня заходит аж под землю и ну здесь сара и тут вот сколько хватило столько хватило то есть это было метр восемьдесят шесть фит на ту трубу на эту вот хватило да то есть это вода это на полив пойдет и еще на скидки как раз но это просто стечение обстоятельств я прошел за этой фигней и зашел в клиренс там раньше не было сейчас положили у такая лента короче очень крутая sim tape ну а это не то что там скотч или что-то ну реально круто она чуть 15 баксов по-моему стоит она скидки была за трояк короче взял ее вот где-то да не 15 13 нос 82 она скидки было 332 но она очень липкая вот ее потрогаешь и она прям к рукам прилипает хрен оторвешь короче она специально для того чтобы герметизировать швы и я еще для надежности видите еще и вот этой лентой проклеил и здесь еще добавил полосу для того чтобы резина не терлась об вы поняли ну больше мало ли вибрация может быть когда насос работает и здесь тоже надо потом добавить просто еще не успел вот потому что здесь но в принципе в одном месте здесь да но надо по кругу защитить более надежно вот ну и все в принципе то есть вот это ну на электрику много времени ушло потому что я не специалист по проводам никогда этим не занимался пока их там зачистил пока соединил короче пока эту коробку разобрался как там собирать эти надо было на нее детали здесь же все тоже вот стальное такое надежное специальные там какие-то влагостойкие штуки взял они тоже немеряно стоят ну короче она как бы кажется все мелочь мелочь а в итоге потом да это все мелочи складываешь там суммы вот такая херня типа положено по спецификации для дурных соединений видите водорожек ушные коннекторы ну мало ли насос когда-то протечет туда натечет в эту коробку хотя я не думаю что когда случится такая фигня 5 баксов стоит 4 коннекторов всего вот в них внутри какая-то такая густая специальная смазка так он как обычный коннектор такой ну типа вот такого стандартного ну там такие были прикручены то я как бы все делаю по спецификации а люди вообще все делают кое-как я когда туда в тот сарай вообще счета полез там я не помню насос включить или выключить или свечу посмотреть меня он чуть током не убила почему потому что они провода как зачищают другой провод он самый дорогой но не самый там есть еще более дорогие но этот про достаточно дорогой вот этот серый хорошо не хоть провод нормально использовать короче он по кодам подходит для любых аудурных применений для прокладки в землю без всякой плетки все что угодно с не делать но смысл том что вот вот этот провод для внутренних помещений белый да хотя внутренние провода одинаковые да вы их можете вообще внутренние покупать отдельно и собирать то что вам надо в принципе люди так делают ну как бы не люди делают электрики так делают люди обычно тоже в матках покупают или там на размер а здесь смысл чем что там видите оплетка она типа трубки идет вокруг этих всех проводов а здесь не так здесь они залиты в него их короче выковыривать из этой плетки от геморрой еще тот за даже пытался найти видео на ю тубе ни один человек не показал как такой провод чистить но потому что это просто геморрой его надо чистить короче вручную сидеть ножом до посинения вот и сама эта плетка более твердая у него защита от солнца защита от ультрафиолета от мороза короче от всего то есть вот если вам нужен провод для улицы вот этот серый надо брать но не тот белый тот белый вообще не положено даже по кодам на улице использовать вот и кто-то просто не парился зачищать ножом там порезал и короче а когда уже смотрел но я уже выкинул тут кусок отрезал там просто где она зачищена было целом то есть не наружная серая плетка была повреждена сами уже были повреждены эти самые сейчас секунду ну повредили сама уже плетку самих жил это недопустимо и там сырое конечно все тут и так влажно там это все с насоса течет с бака течет все мокро и там валяются эти провода коробки вообще от фонаря вон они разве предназначены для наружных работ нет конечно короче ну то есть вообще то есть люди здесь делают вообще от фонаря еще по 50 лет стоит вы мне говорите что я некачественно все дело кроме этого короче здесь выкопал канаву проложил трубу под полив ну это я потом буду с нее что-то делать разводить амгру может быть следующем году пока мне хватит одной точки доступа здесь будет стоять такой вот угол под резьбу в эту резьбу вы вкручиваете обычный садовый кран у меня кстати они где-то он остались даже новой новой в хорошем состоянии скручивал вот этот к примеру чем он плохо работает и работает бронзовый я только не знаю по размеру ли он подойдет по размеру он конечно подходит резьбу нормально попасть ну понятно надо этот еще герметик купить герметика на фигачить короче закрутить и потом я подумаю на какой высоте короче вот здесь она у меня будет раз вот ну вы здесь принципе и душ можно уличный сделать на и чтобы ноги мы тоже ну короче посмотрим не знаю короче раз и полив да вот уже практически готов здесь понятно надо будет скобами к столбу прибить столб тоже с пропиткой то остался со старого одна ножка вот короче это будет так там труба я и уже закопал глубина туда мороз не достанет и здесь аварийное отключение сейчас да что такое и уже немного песком засыпала но это фигня неважно песок потом можно вытащить короче специальный лючок и если какая-то авария просто вот этот кранчик перекрываешь вот так вот так это готово там утепленозно сюда это это короче в принципе вот все ему принципе вроде бы поэтому делу рассказал о ком типа еще ездил короче еще вот это лейка попалась тоже думала на 16 баксов она оказалась тут 1604 она по факту вот она 802 ровно в два раза меньше короче кохлер пожизненного и мне как раз нужно кран у нас есть а вот этой фигни ну она есть шланг снил но и она сама такая то же самое дешманская уже выбросить пора вот конечно защита от комаров здесь надо постоянно полить вот это керосин с маслом цитронеллы понятно он не сильно помогает но все равно вот этот дым идет если комары в него попадают меньше но если уж сильно большое нашествие надо применять вот этот дым он дорогой но он работает короче но тоже все равно вас выкусят несколько раз сильно вышли на сто процентов не защититесь поэтому видите условия работы хоть и в теньке но с комарами ну и ну короче тоже мелочь там-сям и последнее вот это тоже разобрал всю эту фигню старую систему то есть вот фильтр это был кстати американский видите made in the u.s.a короче он фильтр и заодно и здесь он закрывался то есть можно было закрыть чтобы поменять и чтобы поменять вот вот раз еще и у но как-то я уже не помню короче но здесь вот видно вот видите об и она закрылась то есть когда здесь of на что но закрыто когда он открыто короче то есть of он вход-выход короче я не знаю даже фильтровал он что-то или нет вот сам фильтр короче фигня тоже он как-то и стоял наверно криво чего так перекосило ли он вообще не по размеру в эту колбу короче не знаю то есть порнография все это говорил это болты которым насос крепился чек вальв старая но она хорошая ну не нужно нужно тоже я ее снял вот там есть распайка на просто эту крышку обратно одеть и ну и все трубы железные пластиковые выбросить надо ну и сам бак до снаружи он нормальный ну здесь я посмотрел вот это место мне не нравится или это он снизу подтекал или это все таки отсюда отекло и в общем здесь вот тут ржавчина достаточно серьезно ну здесь можно раскрутить его и открутил сам этот как бы ниппель давление спустил там было давление значит он все-таки нормальный резинка знаешь держит вот он не говорили что не держит но держала ну вообще да видно что ему уже долго осталось вот ну в принципе вот это и все друзья то есть видео уже долго полчаса на этом этапе буду с вами прощаться я уже не знаю сегодня буду чуть делать не буду может быть уж на море пойду вот ну да ну и сам насос его его в счетом принципе нечего смотреть вот я снова пока эту пойду не скручивал потому что не знаю может быть она приходится для новой системы вот несов лежит ну и все в принципе здесь тоже вот видите битум проложен здесь конечно немного и не попала у нас было его сюда дальше там хорошо здесь немного закосячилась немножко нормально ну можно туда еще добавить у меня он еще где-то остался вместо вот рулон стоит ну в общем вот это еще друзья то есть тоже опять ушло там баксов 50 в этом home deep она все эти мелкие покупки вот на эту оболочку она десятка стоит потом эти шуголки экран покупал вот этот лючок сервисный короче вот это все покупал и лючок хороший мне понравился я взял еще один ну просто как идея я не знаю если на эту идею не пойдет так я верну а ну вот зал скобы это чтобы трубу к столбу прикрутить очень фирменные тоже это ну как фирменные они единственные принципе какие там были я еще подумал что может быть не просто его использовать как бы чтобы просто красиво было вот сюда его поставлю в него будут трубы эти проходить ну подумаю короче просто чтобы как бы для дизайна понятно его обрезать надо и в этой крышке просто дырки по трубы прорезать но если он подойдет это у меня просто идея я померю не подойдет что-то другое придумаем местом такие лючки побольше вот но он понятно не для этого предназначен он предназначен как раз вот для чего его применит для того чтобы вы крышку открыли а там у вас кран и все в принципе если такие есть более крупные лючки туда еще ставят всякие там таймеры херой мир и то есть еще угодно чтобы орошением управлять вот ну ладно друзья в общем ставьте лайки пишите комменты а ну вот это же я это трамбовал когда закопал всю песок утрамбовал то есть ездить еще пришлось туда на ту дом взял на вот эту вот трамбовку короче ручную ну она конечно понятно не айс но там будет в принципе нормально то есть раз раз потом усадки не было почвы уже видите все просто за трамбовано поэтому уже дальше не трамбуется ну а тут я еще потом закопаю потому что я еще хочу стол поглубже углубить чтобы он покрепче стоял и разобраться тут с длиной это доделать но это все сейчас не срочно то есть это уже потом этим буду заниматься поэтому я тут пока до конца не закопал вот все пишите каменты да благоволит вам господь пока пока